Во время разбирательств по поводу скандала со злоупотреблениями со стороны духовенства в католической церкви выяснилось, что когда пострадавший рассказывал епископу о случившемся, тот не знал, как нужно действовать дальше. Следовательно, время тратилось впустую, а его можно было использовать для установления справедливости, и принимались неверные решения, которые ставили под угрозу достоверность процесса. Чтобы избежать этого, Ватикан опубликовал специальное руководство на шести языках, разъясняя, как должны действовать епископы. Часто епископы спрашивают нас, что мне делать, вот почему мы подумали, ведь нас неоднократно просили составить практическое руководство для епископа или настоятеля, который должен решать эту проблему, чтобы ответственные знали, как нужно действовать и что делать на разных этапах. Возможно, непосредственные шаги решения проблемы были известны и ранее. Но вот отношение к этой проблеме в корне изменилось. Например, отныне каждая жалоба должна быть расследована, а пострадавший должен также обратиться в полицию. Если будет установлено, что обвиняемый совершил насилие, епископ также должен сообщить о нём в полицию. Обвиняемый член духовенства не должен быть переведён в другой город или приход. Также нельзя просить пострадавшего человека или его родственников хранить молчание. И они должны быть в курсе о том, как идёт процесс расследования. «Мы не можем оставлять пострадавших в потёмках. Мы должны сообщить им о том, чем закончился процесс. Если этого не сделать, то это указывает на отсутствие уважения к пострадавшим». Чарльз Шеклуно – один из основных авторов текста. Документ был запрошен епископами со всего мира, которые приняли участие во встрече против насилия февраля 2019 года в Риме, организованной Папой Франциском. Продолжение следует...